Так не говорят, которая разведенка с прицепом, нас только вот так не говорят. А где говорят? Нас говорят там, мать-одиночка, там всякое разное, вот так вот. А где говорят? А я не знаю, ты вот сейчас вот мне сказал вот этого, я его первый раз услышал. Ну, эта аббревиатура, в принципе, уже имеет такие широкие обороты, и ее используют не только в Российской Федерации, а вообще по всему миру. Ну, я не знаю, я в Карелии вот ни разу не слышал. Я в Карелии живу, ни разу не слышал. А сколько ты зарабатываешь? Ну, прилично. Прилично это сколько? Ну, блядь, как сказать, ну, больше 90. Больше 90 тысяч рублей? Да. Это много? Ну, для Карелии это отлично вообще. А на сандалики сколько тратишь? Я не знаю, я жене отправляю, я как бы по 5 месяцев, по 6 месяцев на вахте нахожусь. А, так ты на вахте. Да. А-а-а. Я мясном бору. Тебе рога не мешают? Нет. На пильнике есть в машине? Дела есть, я снимаю постоянно. И, Лена, периодически подтачиваю, мне кажется, они тебе пригодятся. Да-да-да, пилу вожу постоянно. Сколько тебе лет, я забыл? 36. 36? Слушай, а вот в городе, да, в твоем, ну, где ты вот находишься, неужели не было варианта, да, что-нибудь там получше найти, поинтереснее? Я с ней 16 лет. Вот смотри, вот она, по сути, пользована кем-то, до тебя согласен? Я ее первый использовал. Потом я уехал очень далеко. И когда я вернулся, через 11 лет она мне сама написала, и мы, короче, сошлись опять. Нет, я имею в виду, вот у нее же была семья, какая разница, первый ты там был. Семья же у нее была, так называемая. Муж там, ребенок. Она что, она же себе не найдет никого, правильно? Так-то, по сути дела. Нет, но она вообще особо не в приоритете. Это, короче, любовь. Она любовь с детства. Любовь твоя с детства? Да. Я в 16 лет, говорю, с ней жил вместе. А нахрена женился на другой изначально? Ну, потому что я, я говорю, что я очень был далеко от нее. А что ж ты не боролся за свою любовь? Потому что, блядь, там, где я был, там не борется. Ну, любовь, она же не знает преграды. Ну, она знает, ебать, когда ты сидишь за большими, большими заборами. Вот слушай, вот послушай меня. Вот у нее была семья. Семья распалась. Ну. От прошлых отношений, от прошлой семьи остался след. Его ж никуда не деть. Ты же понимаешь, он же родным тебе никогда не станет. Это да. И папой тебя называет данный ребенок, только пока ты находишься с его мамой. Как только мама тебе скажет, пошел нахер, ребенок последует за мамой. Сколько бы ты сандалий не купил за лето, сколько бы ты туда продуктов не вложил, сколько бы ты денег не перевел, ты всегда будешь чужим дядей для данного ребенка. Ну, понимаешь, это же любовь к детству. Это все. А твою любовь к детству уже испортили. Ну, а хули сделаешь? Сам-то понимаешь. Ну, я считаю, что дело не в любви. Дело в том, что надо уважать себя, любить себя, ценить, относиться хорошо к себе. Ну, мне при этом хорошо, понимаешь? Неужели это самое лучшее, да, что ты в жизни мог встретить? Скорее всего, да. Что ты не мог встретить свободную, не знаю, со свободной сделать своих детей, твоих родных, которые твои гены, твоя кровь. То ты на них смотришь, да, и вот ты кайфуешь, они твои, их приятно трогать, их приятно целовать. А это чужой, да, по сути, ну, прицель. Ну, они уже взрослые, они уже взрослые. Наебаешь, называй, как хочешь. По сути. Ну, они-то уже взрослые, все. Их не надо, не целовать. Ну, ты сколько с ней вместе? Сколько ты с ней вместе? Официально в отношениях и в браке? Восемь лет. Ну, изначально они же были маленькие. Было им семь лет там. Я же на вахте работаю уже семь лет. И что? То есть ты домой не ездишь, но ты же периодически приезжаешь. Ну, периодически, да. Это, блядь, например, я четыре, там, пять месяцев отработаю и десять дней дома. Все. Ну, я считаю, что там, наверное, кто-то... Я занимаюсь своей девочкой. Там есть еще папа, я считаю, постоянный. Тебя тупо, короче, как оленя. Используют просто твои ресурсы. А, нет, вряд ли. Работаешь, бабки отправляешь. Красавчик, что с тебя еще взять? Смотри, рога кабину пробьют. Я говорю, подпиливай периодически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова